Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами об окоренении винограда. Положительный результат во многом зависит от качества черенков, которые мы отберем. Для начала должна быть определенная толщина, то есть это 0,7 либо 1 см толщиной. Приблизительно вот такой, смотрите. Этот виноград я уже ставила на окоренение, но для образца хочу показать вам именно толщину. К сожалению, такие хорошие черенки у меня уже закончились. Я взяла остатки, это достаточно тоненькие, но они тоже могут укорениться. Дальше, чтобы еще поговорить о качестве винограда. Для того, чтобы проверить, живая ли лоза, нужно сделать небольшой срез. Посмотреть древесину, она должна быть зеленая, а не черная. Также внешний осмотр сделать после хранения. Если была положительно влажная, может пойти плесень или загнить почки. То есть, когда вы посмотрели, видите, что лоза достаточно хорошая, черенок крепкий и готов к укоренению. Что мы делаем далее? Большинство рекомендуют перед тем, как замочить черенки на 2-3 дня, сделать срез как вверху, так и внизу. Я, конечно, не сторонник этого, потому что через воду будут вымываться питательные вещества из этих черенков. Поэтому срезы я делать не буду. Делаю только один для того, чтобы посмотреть качество древесины. В остальных я этого не делаю. Что я делаю далее? Я ложу вот в такую вот стеклянную емкость. Пишут в литературе 2-3 суток. Но, честно скажу вам, это зависит от того, как хранились ваши черенки. Если они пересохли, то да, это стоит где-то оставить их на 3 суток. При этом нужно сделать какой-то пресс, чтобы они не всплывали. Это может быть какая-то стеклянная банка, наполненная водой. Она будет их держать. Если черенки хранились в высокой влажности, вы это увидите по древесине, то не стоит их столько держать. Возможно, вам хватит суток, двое суток. После того, как прошло это время, а, еще хочу сказать, желательно не просто вода, а немножко добавить туда марганцовки для того, чтобы обеззаразить. Так как марганцовка, она сможет в этой воде проникнуть в каждую трещинку древесины и убить все эти вот нехорошие болезни. Что мы делаем далее? Предположим, что у нас прошло трое суток. Наши черенки вымочились. Мы их достаем. Достаем их на полотенце. Слегка просушиваем. Если вы укореняете один сорт, и вы знаете какой их, не обязательно подписывать. Если вы считаете, что у вас много винограда будет, и вы еще будете, желательно это все подписать. Я вымачиваю сразу несколько виноградов сортов, поэтому я подписываю их сразу. Ну, вы смотрите сами, как вам будет удобно. Что происходит дальше? Дальше мы их будем ставить уже на укоренение. Делаем первые срезы. От нижнего глазка я отступаю где-то полтора сантиметра приблизительно. От верхнего 2 сантиметра. Внизу делаем бороздки. Для того, чтобы образовывался калус, и потом, впоследствии, появились у нас корни. Внизу, там, где у нас находится нижняя почка, я также захватываю, когда делаю бороздки. Не саму почку, а вот этот, между узелем. Так как все питательные вещества, именно здесь их хранятся. Основной их процент. И ставлю в банку. То же самое я проделаю со вторым черенком. Что нам будет необходимо дальше? Наши черенки нужно будет замочить в растворе корневина примерно где-то сутки. То есть, как разводить его, вы можете почитать в инструкции. Добавляем воду. Воды наливаем столько, чтобы немножко прикрыли нижние почки. Что дальше? Мы добавили корневин. Так у нас стоят сутки. Через сутки вода с корневином сливается, промываются корни, заменяется на чистую воду. Нам понадобится уголь. В банку мы ложим древесный уголь, для того, чтобы вода не портилась. Теперь, что еще необходимо? Обязательно отметьте уровень воды на банке. Это можно сделать несмываемым маркером, либо ручкой на бумажке, которая приклеена. Ну, смотри, как у вас. Для чего мы это делаем? Корни образуются у винограда на границе между водой и воздухом. Поэтому каждый день вы будете доливать до этой черты воду. Приблизительно где-то через две недели, это, конечно, минимум, и в самом лучшем случае, у вас уже появятся калусы, будут корни. Могу показать вам виноград, который я поставила на укренение 17 дней назад. Сорт этот у меня Виктор. Так, сейчас, секундочку. Смотрите, какие уже хорошие корни. Завтра я его уже буду пересаживать в грунт. Остальной виноград, конечно, пока еще у меня не укоренился, но я думаю, что уже все скоро будет. Все, спасибо. До свидания.